Девушки отдыхают Малыш умил печальный и грустный. Его мама и папа много работали, как и большинство современных пап и мам. Поэтому малыш проводил почти всё своё время с бабушкой и очень скучал по своим родителям. Радостными были только те дни, когда мама с папой были с ним или дарили ему подарки. Но общение с родителями было нечасто, а радость от подарков исчезала очень быстро. И вот однажды, поздним вечером, когда малыш уже был в постели, вдруг послышался лёгкий шум. Он не успел испугаться, как вдруг перед ним появился сказочный эльф. «Кто?» – спросил малыш. «Я эльф», – приносящий радость грустным малышам, – ответил эльф. «Значит, ты принёс мне подарки, или мама с папой будут играть с ним завтра целый день?» «Нет», – ответил эльф. «Малыш снег». «Послушай, малыш», – сказал эльф. «Твоим родителям надо работать. Они и так делают для тебя всё возможное. А насчёт подарков – посмотри, сколько их у тебя. Неужели они тебя не радуют?» «Я счастлив только, когда их получаю. Но потом почему-то счастье уходит, а подарки уже меня не радуют», – ответил малыш. «Так вот», – сказал эльф. «Я хочу открыть тебе то, что всегда будет доставлять тебе удовольствие. Но сначала мы перенесёмся в сказочную страну эльфов». Эльф произнес волшебное слово, и они очутились в сказочном царстве. Кругом были цветущие поляны, красивые домики, лужайки, где играли маленькие эльфы. И у всех были счастливые, улыбающиеся лица. «Чему они радуются?» – спросил малыш. «Понаблюдай за ними, и ты сам найдёшь ответ», – ответил эльф. Малыш начал переходить от домика к домику, от лужайки к лужайке. Он увидел, как эльф постарше играл с малышами. Другой мастерил подарки маме и папе. Третий помогал наводить порядок в доме. Четвёртый сочинял для всех весёлые истории. Каждый что-то делал для других. Малыш нахмурил брови и посмотрел на своего эльфа. «Ты ещё не догадался, в чём дело?» – спросил эльф. «Я подскажу тебе. Все не дают радость другим. Дают свою дружбу, заботу и помощь. Они не получают, а дают. Самый большой подарок, самая большая радость – это когда у тебя есть способность делать других счастливыми и радостными. А эта способность есть у всех. Просто не все об этом знают. И ты можешь круглосуточно быть счастливым, потому что тебя никто не ограничивает отдавать свою любовь, заботу и тепло другим людям. «Я хочу остаться здесь и быть эльфом», – сказал малыш. «Для того, чтобы отдавать своё душевное тепло и заботиться о других, не надо быть эльфом. Достаточно быть человеком. И я думаю, тебе уже пора домой». Эльф произнес волшебное слово, и малыш оказался один в своей комнате. Он свернулся калачиком в постели и думал о том, чтобы поскорее вступил завтрашний день. И он сможет сделать рисунки в подарок маме и папе. Обязательно поможет бабушке по дому. Сочинит весёлую историю для соседского мальчика, который тоже часто бывает грустным. И малыш заснул в предвкушении завтрашнего дня, где уже не будет места грусти и печали, и где радость и счастье зависели только от него. Редактор субтитров А.Семкин